Эфир телеканала Россия, продолжаю 200 Кабардино-Балкария, в студии Арина Желясова. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Жителям республики, чьи домовладения пострадали в ходе спецоперации, возместят ущерб. Средства уже выделил федеральный бюджет. Кого и как наказывают в судах. Общественность получила возможность следить за производством дел. Каждый судебный участок в республике Кабардино-Балкарская имеет свой сайт. В России разрабатывается единая база судебных актов. Колоссальные возможности нового предприятия. Завод Гипсель намерен войти в десятку лучших предприятий России. Ну и теперь подробнее об этих и других событиях. Правительство Кабардино-Балкарии распорядилось выделить средства на возмещение ущерба, причиненного при проведении режима КТО. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства КБР. По распоряжению Кабинета министров республики, хозяевам дома по улице Репина в Нордкале, поврежденного в ходе спецоперации 16-17 февраля этого года, выплатят 1 миллион 162 тысячи рублей. Владельцы жилья в поселке Мир, где 12 марта уничтожили бандгруппу, получат 2 миллиона 154 тысячи рублей. Хозяевам домовладения, поврежденного во время одной из спецопераций в апреле этого года, в Хасанье, выплатят 634 тысячи рублей. По словам начальника главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Сергея Шагина, средства будут направлены на помощь гражданам для восстановления поврежденных жилых объектов и возмещения утраченного имущества. Общество должно знать, как и кого наказывают в рамках правового поля. Российский судебный департамент приступил к созданию единой базы судебных актов. Она предусматривает определенный формат представления данных и введение единой нумерации дел для всех судов. Наш специальный корреспондент Сафар Гириев узнал, насколько активно в этот процесс включилась служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарии. Судебный участок номер 9. Во всех кабинетах компьютеры. Как говорят сотрудники службы мировых судей, без ЭВМ пришлось в итоге. Бумажная волокита заедает. Да и обратная связь с населением практически отсутствует. А так, у обеих сторон есть прекрасная возможность в открытую общаться в сети. При всей прозрачности и открытости анонимность клиента сохраняется. Каждый судебный участок в Республике Кабардино-Балкарской имеет свой сайт. То есть любой гражданин может зайти, узнать решение, какое принято, в какие сроки. Может узнать данные, то есть по государственной опошлине, по иным каким-то вопросам. Каждый судебный участок также имеет свою электронную почту, что также обеспечивает доступ гражданина к любому судебному участку. То есть все это облегчает нам работу. Именно недостаток современных компьютерных технологий в судах первой инстанции приводит к задержке процессуальных сроков рассмотрения дел. Большинство исков, как правило, касаются восстановления на работу, лечения родительских прав, жилищных споров. В Кабардино-Балкарии уже практически сложилась новая компьютеризированная система отправления судебного дела. На каждом из 46 участков службы мировых судей созданы и действуют свои сайты. Любой гражданин, зайдя на сайт судебного участка, может узнать информацию о движении и о результатах рассмотрения любого дела. К примеру, за 9 месяцев 2012 года мировыми судьями республики рассмотрено более 61 тысячи дел. В целом построение средней обеспеченности компьютерной техники в районных судах составляет 95%. Казалось бы, показатель хороший, если бы не одно «но». Треть ОВМ устарели и подлежат списанию. Проблемы с техническим обеспечением особенно возникают в малосоставных судах отдаленных регионов. Потому ведомство так рассчитывает на программу поддержки судебной реформы. Сейчас общество хочет видеть своими глазами, как у нас судят и кого наказывают. В России разрабатывается и кое-где уже реализуется масштабный проект по внедрению системы интернет-трансляции всех гражданских и уголовных судебных дел в сети интернет. С недавних пор суды стали выкладывать свои решения в той же сети. Мировые судьи Кабарина Балкарии стараются не отставать от требований времени. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. С октября текущего года в Кабардино-Балкарии началась выплата накопительной части пенсии. Процедура проводится в рамках программы государственного софинансирования. С 2002 года вступить в нее мог каждый работающий. Получить накопленные средства могут те, кто уже достиг пенсионного возраста. В отделение фонда республики уже обратились свыше тысячи человек. О работе программы и том, как можно к ней присоединиться, Наталья Булат. Уже три года как на пенсии житель майского района. Виктор Варивода продолжает работать в программе госсофинансирования. Мужчина присоединился несколько лет назад. Ежемесячно перечислял на индивидуальный лицевой счет по тысяче рублей. Еще столько же добавляло государство. Сумма накопилась немалая. В пенсионный фонд Варивода пришел узнать, в каком виде он может получить свои деньги. Как там получится? Или единовременно выплатят, или же будут перечислять ежемесячно какую-то долю от той суммы на мою сберкнижку в счет пенсии. Обычно говорят, старость это не радость. Ну, может быть, как-то сгладится хотя бы частично. Выплаты накопительной части производятся в трех формах. В виде прибавки к пенсии пожизненно, единовременно или срочно. Срочно – это когда собранная на счету получателя сумма распределяется на 10 лет. Единовременно, если клиент пожелал снять все накопленные деньги сразу. Если после этого он будет продолжать выплачивать дополнительные взносы по программе софинансирования, по программе государственного софинансирования пенсии, он опять же может обратиться в пенсионный фонд и выгладить последующие поступления. По действующему законодательству подключиться к программе государственного софинансирования пенсии можно до 1 октября следующего года. Федеральный центр берет на себя обязательства в течение 10 лет удваивать сумму, которую пенсионер будет класть на свой лицевой счет – от 2 до 12 тысяч рублей в год. Статой первой уплаты, статой моей подачи заявления, я вправе 10 лет участвовать в этой программе. И точно так же в течение 10 лет я могу получать это софинансирование. Более того, если по достижении пенсионного возраста человек не оформляет пенсию, а продолжает при этом работать, размер выплат увеличивается в 4 раза. В настоящее время в республике более 180 тысяч получателей социальных выплат по возрасту и состоянию здоровья. Кто из них присоединился к госпрограмме софинансирования, сказать сложно. Информация конфиденциальна и разглашению не подлежит. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. В других событиях в Лискенском районе продолжается строительство больницы. Лечебный комплекс на 120 мест в Анзарее уже обрел реальное очертание. Работы ведутся на нескольких объектах одновременно. Параллельно с основными корпусами возводят вспомогательные. Уже установлены автономная котельная, трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В строительстве задействовали 60 человек. У каждой из шести бригад свой участок. В данное время идет возведение третьего этажа лечебно-терапевтического корпуса. Остальные корпуса все подведены. Все этажи завершены. Среди этажей пищеблоки уже мы даже перекрыли. И в скором времени начинаем на других корпусах тоже работы по перекрытию. Строители уже начали внутреннюю отделку в пищеблоке. Если погода не помешает, в планах подрядчиков к концу ноября приступить к отделочным электромонтажным работам в других корпусах. Наружные коммуникации к зданию подведены. Сейчас идет установка внутренних сетей теплоснабжения. К слову, больница возводится с учетом энергосберегающих технологий. Облицовочный керамический кирпич изготовлен из современных композитов. А стены утепляются специальной ватой. По словам руководителя подрядной организации Анюара Байсултанова, строительство идет по графику. Все сроки соблюдаются и к концу 2013 года объект будет сдан в эксплуатацию. Гипсель претендует на место в десятку лучших предприятий России. Единственный на Северном Кавказе по производству строительных материалов завод имеет свое месторождение сырья. Разведанные запасы гипсового камня составляют сегодня 25 миллионов тонн. Фатима Магомедова из Эльбрусского района. Пять производственных комплексов в составе одной компании Гипсель сосредоточены теперь в одном месте. Сегодня этим не может похвастаться ни одна строительная фирма в мире, будь то КНАВ, ВОЛМ или Самарский гипсовый комбинат. Три из пяти заводов уже на стадии завершения ввод в эксплуатацию новых мощностей намечен на четвертый квартал текущего года. Уже 22 января мы должны получать первую продукцию по нашему плану. Согласовано мы с немцами, они будут участие принимать во всем. Смонтированный готов к пуску завод гипсовых сухих смесей. Продукция по ценам не выше рыночных будет выигрывать в качестве. Данный завод имеет возможность дозирования более 24 компонентов и производства не менее семи номенклатур готовой продукции. Гипсель планирует заняться еще и изготовлением гипсовых панелей для подвесных потолков толщиной до 100 мм. Еще одну ноу-хау для российского рынка. Есть альтернативные материалы, но именно гипсовых панелей по той технологии и в том формате на сегодняшний день нет. Завод имеет и свое месторождение сырья. Разведанные запасы гипсового камня составляют сегодня 25 млн тонн. Предприятие намерено улучшить качество производства штукатурных смесей, ручного и машинного нанесения, гипсового клея для монтажа строительных изделий, шпаклевочных смесей и других. Для изготовления будет применена технология, аналогов которой в Европе нет. Проект «Кабалгипс» уже сегодня входит в пятерку крупнейших в России. Вопрос быта продукции уже не стоит. Основной акцент, конечно же, мы делаем на Россию, но мы не исключаем возможность реализации на ближайшие зарубежья. В частности, у нас были контакты с белорусскими компаниями. Я думаю, что мы после запуска возобновим работу с предприятиями ближнего зарубежья. После завершения реконструкции предприятия значительно увеличится поступление доходов в местный бюджет. Каждые четыре минуты должна выходить окруженная машина. В месяц в рублевом эквиваленте это около 300 миллионов рублей продукции. Сегодня, если мы сегодня имеем фонд заработной платы всех организаций, которые здесь задействованы, около 10 миллионов, при выходе на полную мощность эта цифра будет около 18 миллионов. Естественно, отсюда будут отчисления в бюджет местный бюджет, региональный бюджет, федеральный бюджет. В рамках проекта приобретено новейшее оборудование. Оно существенно ускорит производственный процесс и сделает его более технологичным. В планах строительства известкового заода уже сегодня в компании трудится более 200 человек. В ближайшее время их число вырастет на порядок. Владимир Магомедов, Анзор Кошироков и Марат Татруков. Вести. Кабардино-Балкария. Сегодня председатель Госкомитета Кабардино-Балкарии по делам общественных и религиозных организаций в рамках правительственного часа пообщался со старшеклассниками 9-й школы Нальчика. Говорили о том, что волнует молодежь и как она видит свое развитие. Самый невосполняемый ресурс человека – это время. И потому давайте используем этот час рационально, задал тон разговору Борис Паштов. Само же общение прошло в игровой форме. Председатель Госкомитета попросил ребят сделать таблички со своими именами, чтобы знать в лицо каждого собеседника. Затем предложил им высказать то, что их волнует и что хотели бы изменить они. Обобщил все это, опрос выявил. Старшеклассники не безразличны к происходящим в стране и мире процессам. И всегда в курсе происходящих событий. Из плюсов ребята отметили свободу слова, развитие информационных технологий. Минусом считают то, что интернет заменил живое общение. Борис Паштов с такими выводами согласился и подчеркнул важность сохранения традиций. Очень важно в потоке, огромном потоке информации, которая идет, не заблудиться. И четко понимать, что у каждой недели есть обратная, обратная сторона. Информационная открытая сегодня пронизивает мир настолько, что с одной стороны это безусловно благо, и дает нам самим возможность. С другой стороны, безусловно, безусловно зло, потому что информация начинает размывать твои традиционные ценности. Председатель Госкомитета пообещал встречаться со школьниками чаще, добавив, что государственные чувства, которые сейчас активно практикуют руководство республики, позволяют узнавать о наболевших вопросах и доносить до молодежи позицию власти. Вратарь Нальчикского Спартака Отто Фредриксон сегодня на сайте клуба заявил о намерении расстаться с командой. Галкипер сборной Финляндии не выходил на поле с мая этого года, с тех пор, как получил травму крестообразных связок колена. Сейчас он проходит курс реабилитации и еще не определился, где будет играть в будущем. По словам футболиста, главное для него вылечиться и набрать былую форму. Напомню, Отто Фредриксон перешел в стан красно-белых в 2010 году из норвежского Лилистрема. Когда нальчане добились самых больших успехов в карьере. Сама команда, между тем, готовится к матчу последнего тура первого круга. 22 октября Спартак Нальчик сыграет в Калининграде с местной Балтикой. На этом у меня пока все. В 17.30 смотрите на нашем канале тележурнал «Северный Кавказ». Ну а в 19.40 итоги дня сегодняшнего мы подведем с моим коллегой Алимом Хостовым. До встречи.